Латвийское фигурное катание Я знаю, что у тебя тоже была в свое время мечта принять участие в Олимпийских играх, но не получилось Такой глупый вопрос, может быть, но почему не сложилось? Как ты сейчас думаешь с высоты уже этих последних лет? Ну, наверное, не хватило каких-то знаний, умений, может быть, где-то не повезло К сожалению, были на тот момент, пытались туда попасть, но школы не хватило И, может быть, практики, может быть, тренировок Ты сказал «мы», ты выступал в парном катании, твоя партнерша была Ольга Богуславская Я помню, что вы занимали приличные и хорошие места на чемпионатах мира и Европы Близко к первой десятке, но чуть-чуть не получилось Ничего страшного Что было, то было Да Почему я тебя позвал сегодня к нам в студию? Потому что, разумеется, все мы переживаем за наших фигуристов Молодые ребята Денису Васильеву 18 лет Диане Никитиной 17 лет И, конечно же, я, например, счастлив, что спустя 24 года вновь латвийское фигурное катание будет представлено на Олимпиаде Что для тебя, как для тренера, это означает? Это прорыв латвийского фигурного катания или просто ребята попались очень талантливые? Безусловно, прорыв Во-первых, очень рад за ребят Хочу поздравить всех наших деятелей фигурного катания Всех, кто с этим так или иначе связан Всех болельщиков С тем, что наша страна будет в двух видах представлена на Олимпийских играх Надо сказать ребятам большое спасибо за то, что им удалось туда попасть И не забыть упомянуть Ангелину Кучевальскую в этом вопросе Которая с чемпионата мира отбиралась и завоевала эту квоту Денис Васильев, получилось, что завоевал сам для себя это место и возможность И, конечно, нужно сказать о том, что само попадание просто на чемпионат мира Среди взрослых в фигурном катании является на сегодняшний день уже высоким достижением И это огромный труд, огромная работа И я всех ребят с этим поздравляю И считаю, что попадание уже в два вида Это все-таки говорит о том, что уровень растет И специалисты работают лучше И да, безусловно, ребята талантливые Андрей, ну вот сегодня у нас нет в студии Екатерины Платоновой Которая является тренером Англины Кучевальской Но на твой взгляд Почему все-таки у Ангелины в последние годы Но нет таких результатов, к которым мы привыкли Не будем забывать, что на чемпионате Европы Она занимала четвертое место Уступая только россиянкам То есть она достигла очень высоких результатов Но не сложилась Это издержки взросления Или, может быть, фигурное катание оказалось не на первом месте Что произошло? Ну мне трудно говорить и рассуждаюсь об Ангелине и Екатерине Поскольку я не находился в ситуации И не был там рядом с ними В тот момент это больше вопрос, наверное, к тренеру и спортсменке Но в любом случае чемпионат Европы и четвертое место Такой результат случайным быть не может И это, безусловно, огромная работа, огромный труд Тех людей, той команды, которая занималась достижением этого результата И что не получилось? Ну, много факторов может быть Наверное, один из моментов, одна из таких больных тем Это все-таки, что спорт у нас в стране Он больше носит характер любительского спорта Никто в этом не виноват И да, такая политика, такое видение И больше мы занимаемся, наверное, массовым спортом Ну, вот так случилось, так произошло Женский спорт, он еще более сложный Сложный, да И много факторов, много моментов, которые могли повлиять И сейчас мы, я думаю, не будем тыкать пальцем в небо И говорить, что получилось, что не получилось И дай бог, чтобы никто же не запрещает Ангелине вернуться И с прежним усердием И, может быть, еще с большими результатами В будущем выступать успешно на международной арене Совершенно верно Я думаю, на самом деле не хочется списывать со счетов Ангелину Кучевальскую Надеюсь, что у нее все наладится Она вернется в большой спорт и на таком же уровне И просто мне как бы обидно и за тренера, и за фигуристку Потому что, по-моему, фигурное катание один из немногих видов спорта В которых спортсмен, который завоевывает олимпийскую лицензию или квоту Он не едет на Олимпиаду, а едет другой представитель страны Потому что я знаю, что других видов спорта такого нет И поэтому тут ситуация немножко странная, скажем так Ну, в фигурном катании, да, правила таковы, что квота выигрывается для страны, для флага И спортсмен, который будет представлять страну на Олимпийских играх Это не всегда тот человек, который завоевал это право И физическая форма дело такое, что сегодня она есть, завтра ее нет И может так случиться, что, к сожалению, спортсмен тот, который завоевал это право Не окажется на турнире Андрей, ну, если мы будем говорить о перспективах латвийских фигуристов в Хенчане Понятно, что для Дианы Никитина это большой аванс И тут главное для нее точно это участие в соревнованиях Южной Кореи Денис Васильев совсем недавно стал четвертым на чемпионате Европы То есть заявил о себе во весь голос Но мы вполне понимаем, конечно же, что даже попадание в первую десятку Южной Кореи на Олимпиаде для него будет фантастическим успехом На твой взгляд, каковы шансы Дениса Васильева Вот уже в компании не только европейских фигуристов Но и американцев, китайцев, канадцев проявить себя На что он способен? Ну, во-первых, Денису пожелаем удачи, крепких нервов И то, как он стал выступать в последнее время Это достаточно стабильный результат Он просто должен показать все, что он умеет И шансы попасть в десятку тогда будут довольно хорошие Да, безусловно, конкуренция высокая Уровень четверных, исполнение четверных прыжков колоссальный За последние годы фигурное катание в мире шагнуло далеко вперед Но Денису Васильеву он в своем арсенале, во всяком случае, до Олимпийских игр еще не показывал прыжок в 4 оборота Но его вторая оценка, это его сильное оружие, это его козырь И я надеюсь, что у него все получится И мы будем рады видеть его в десятке И, конечно, болеть Будем, конечно, поддерживать Дениса Васильева Андрей, ну, в принципе, понятно, что фигурное катание будет привлекать внимание Несомненно, латвийских болельщиков Я знаю, что ты будешь комментировать тоже Комментируешь на латвийском телевидении соревнования по фигурному катанию Если мы говорим об уровне вообще фигурного катания в нашей стране Кто у нас стоит за Васильевым, за Никитиной? За последние годы что произошло? Массовость есть? Есть ли результаты? Скажем так, улучшение количества Заметное увеличение количества занимающихся детей было в начале 2000-х годов Сейчас видно снижение и динамика стала меньше Я думаю, в первую очередь это связано с тем, что нас в стране становится меньше Просто демографическая ситуация этому не способствует Наверное, это основная причина Хотя при этом есть действительно талантливые дети Талантливые молодые ребята, которые хотят, занимаются Родители которых поддерживают и приводят на тренировки Сколько вообще клубов у нас функционирует на серьезном уровне в Латвии по фигурному катанию? Я могу ошибаться, но думаю, что порядка клубов, занимающихся фигурным катанием или шорт-треком Под эгидой Федерации Ассоциации фигурного катания Латвии, мне кажется, около 20 Я знаю, что ты сейчас работаешь в Елгове, у тебя есть свой клуб Не совсем так Ну, ты в клубе работаешь Елгавская спортивная ледовая школа Это государственное учреждение Кто твои ведущие ученики, скажем так, на уходы делаешь ставку И с кем ты выступаешь на международных соревнованиях? Ну, я буду не прав, если я скажу, что ставку я делаю на кого-то одного и кого-то выделю Ставку делаем на всех и верим в каждого На сегодняшний день спортсмен, который завоевал право представлять нашу страну на юниорском чемпионате мира среди юниоров Это Ким Георг Павлов, он победитель юниорского чемпионата Латвии этого года И в Софии, в Болгарии он будет представлять нашу страну И вместе с ним ты будешь тоже там на этих соревнованиях? Я буду вместе с ним на этой неделе на этих соревнованиях А чемпионат мира, помогать ему будет мой коллега Роман Пантелеев Понял Андрей, в свое время такая ситуация была в латвийском фигурном катании Скажем, молодые дарования из Латвии, чтобы чего-то достичь Уезжали тренироваться за рубеж, в Россию, в Европу, в Америку Возьмем, допустим, наших лидеров сегодняшнего фигурного катания И Никитина, и Васильев занимаются у Стефана Ламбьеля в Швейцарии Значит ли это, что в принципе в Латвии тяжело с тренерскими ресурсами, тренерскими кадрами? Или это все-таки не так? Хотя пример Ангелины Кучвальской как раз очень яркий и показательный Она здесь смогла на катке Даугова В очень сложных условиях достичь, мне кажется, невозможно Снимаешься языка Да, но все-таки вот тенденция какая? Надо ехать куда-то молодым ребятам или все-таки можно и здесь заниматься и никуда не уезжать? На сегодняшний день тенденция, в принципе, мне кажется, и мирового спорта, и в том числе фигурного катания Это в первую очередь обмен опытом, обмен информацией Некие сборы, какие-то семинары, где люди приезжают со всего мира, делятся, объединяются в команды И вот это, наверное, позволяет достичь каких-то результатов Безусловно, замкнутость только в себе, она не способствует достижению, это мое, конечно, мнение, но она не будет способствовать и помогать достижению какого-то результата И тренера, которые открыты для предложений, для обсуждений, как правило, по моему опыту, все-таки достигают больших результатов И последний вопрос, Андрей, ну вот, в преддверии Олимпийских игр, понятно, что в женском одиночном катании, скорее всего, борьба будет вестись между россиянками Кстати, кто, на твой взгляд, победит? Ну, у кого больше шансов? Загитова или Медведева, например? Я ждал этот вопрос Да, ну, это как Месси или Роналду Победит тот, у кого нервы будут крепче Очень конкретный ответ, спасибо тебе А у мужчин все-таки твой фаворит? Я буду болеть за всех ребят, на самом деле И Нейтан Чен очень серьезный в техническом арсенале спортсмен С безумным количеством четверных Юзуру Ханью, талантливый фигурист, но сейчас травмированный Как ему удастся справиться с травмой, как ему удастся справиться с нервами Хавьер Фернандес, испанец, замечательный И Шома Уна, еще один японец, ну, мой фаворит Денис Васильев И мой тоже Вот на этой ноте и заканчиваем наш разговор Большое спасибо Андрею Бровенко, тренеру по фигурному катанию С которым мы сегодня рассуждали о шансах латвийских фигуристов на Олимпийских играх в Южно-Корейском Пхенчане Но наша программа продолжается Андрей, тебе большое спасибо Не переключайтесь, дальше будет тоже интересно Продолжение следует... Продолжение следует...